Финальная двойка кулинарного этапа конкурса Мисс Блокнот Вологодонска 2022 года Ксения Аксенова и Ксения Саракобатина. Девочки, привет! Привет! Готовы к кулинарному конкурсу? Конечно! Сейчас я вам расскажу простые правила. С вами мы находимся на территории кафе Замка. Вам будет предоставлен набор продуктов от колбасного цеха Колизей и магазина Alex Fresh. И блюдо вам нужно будет приготовить, которое вы выберете путем жеребьевки. Ознакомьтесь с ингредиентами в течение 5 минут. Дам вам такое время. И потом в течение часа вы должны приготовить блюдо. Не успели, значит не справились с заданием. Так что 60 минут на все про все. Вот, давайте я так положу и кто первый их возьмет, выбирает. Сейчас какой-то ужас будет. Пражские котлеты из скоблянки. Пожарские. Пожарские? Пожарские котлеты. Тут написано. Ты знаешь, как их готовить? Тут написано. Я читательный. Вот видишь, я тебя проверял. Я не умею, поэтому у меня нет. Поэтому у меня пражские. Ну что, сейчас будете знакомиться с продуктами и знакомиться с рецептурой. Время, чтобы познакомиться с рецептами вышло. Сейчас знакомимся с продуктами. Берем все, что нужно еще рядом с налогательным столом и приступаем к готовке. У вас 60 минут, время пошло. Можно загадать желание между двумя ксениями. Думаю, что оно обязательно сбудется. Ну, начальник поговорим с тобой. Как вообще у тебя отношение к кулинарии? Любишь готовить, не любишь? Твое любимое блюдо в целом. А можно сначала про желание? Ответь. Сегодня день солнцестояния. Сегодня желание надо загадывать. Они реально сбудутся. Очень сильный энергетический день. Вообще просто загадываю, желание сбывается? Да. Или надо ритуал провести? Да, можно просто загадать. Можно списки желаний написать, и будет все гуд. Но главное в это верить. Мне кажется, этот день закончится быстрее, чем я закончу свой список желаний. Поэтому список просто загадываю желаний, будешь все рядом с вами, в день в своем состоянии. И я загадаю, чтобы вам понравилось. А по поводу кулинарии, я говорила еще на интервью, я готовила крайний раз год назад. Ну, так, что прям что-то грандиозное. Вот. Но, не знаю. Я по-моему, маленькая была. И я очень любила встречать маму с работы, всякими вкусняшками, накрывать стол. Вот. Постоянно экспериментировала что-то. Маме нравилось? Да. Да всем, кого я кормила, нравилось. Кто не кушал, говорю, она не умеет готовить. А кто пробовал, после этого меняли свое мнение. Кто пробовал, тот подтверждал, что говорят, что она не умеет готовить. Да, вы были правы на не умеет готовить. Блюдо какое твое любимое вообще, чтобы ты с удовольствием приготовила блюд и съела? Я овощи люблю, грибы я обожаю. Я Жульен очень люблю. А еще пасту с морепродуктами. Ну, а сейчас, ты думаешь, с котлетами ты справишься? Да, почему нет? Ну, что, у тебя все получается? Да, пойдет. Не знаю, пока, да. Пока, да, там уже на регистрации посмотрим. Да, там узнаем. По поводу творческого номера в конце уже придумала, что ты будешь делать? Вообще, да, у меня было в планах, но, честно знаю. Короче, я сделаю что-то крутое. Да, это что? Да, наверное, постараюсь. Ты пока не будешь это все афишировать, либо ты приоткроешь завесу тайны, расскажешь, что будешь ждать свидетелей. А можно я пока не буду? То есть пусть это останется за годом? Да. Кстати, 10 июля состоится финал конкурса «Мисс Блокнот» в загородном клубе поплавок. Места строго ограничены. Билеты можно приобрести как на поплавке, так же в редакции газеты «Блокнот». Имейте в виду. Группа поддержка уже собрана у тебя? Собирается, да. Классная. Неожиданно классная. Неожиданно классная. Думаю, будет хуже. Я думала, никто не придет. Думала, будут незнакомые люди. А почему ты думала, что никто не пойдет? Не знаю. Есть же друзья, которые тебя любят поддерживать и в любой ситуации придут к тебе. На самом деле я прям так не обдумывала. Мне просто заранее друзья сказали, что там финал будет, мы придем. Так, чтобы я целенаправленно сейчас кого-то звала, я еще никого не звала. Я еще пока не знаю. Переживаешь? Да. И сейчас переживаю. И, наверное, к финалу буду переживать. Ну, сейчас, смотри, ты же, получается, ведешь активно социально активную жизнь. В социальных сетях. Кулинарный блог не думала сделать? Нет. Я не хочу делать кулинарный блог. Я готовлю кому-то и с любовью. А так, чтобы мне лайки ставили и подарки дарили. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, дорогие участницы, ваше время для выполнения задания подошло к концу. Поэтому сейчас быстренько украшайте, мы приступим к дегустации. Дегустация Вас кормили сегодня разной едой, но вкусными конкретами точно нет. Приятного аппетита! Финальная двойка участниц кулинарного этапа конкурса «Мисс Блокнот» 2022 года из своей пожарской котлеты нам сейчас презентует Ксюша Саракобатькина. Ксюша, мы будем оценивать по пятибалльной шкале в трех номинациях. Это презентация, внешний вид и, соответственно, вкусовые качества. Будет у тебя три оценки. Дегустируем мы это все в замечательном кафе «Замок». И члену судейской коллегии, которая будет выставлять тебе оценки, тоже не последние люди в этой сфере. Человек, который мог бы сам нам нажарить котлеты, это было бы лучше, чем кто бы либо это сделал. Любой повар. Это Сергей Бибиков. Наша дюймовочка, которая превратилась в прекрасную фею. Директор новостного портала «Блокнот Волгодонска» Лина Валерьевна Шаховцова. Я человек, который, опять-таки, заработающий, не покладая рта, за деньги дорого, ведущий этого конкурса. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, пробуем. Презентация, уверенная в себе, мне понравилась. Зашла, вас кормили многим, а еще вкусными котлетами сегодня не кормили. Пятерочка, презентация, внешний вид тоже пятерочка, потому что не подгорели. Золотисто-румяная корочка. И по вкусу я тоже поставлю тебе пять, потому что котлеты получились сочные, не прожаренные, не сырые. Мне понравились. Правда, мне соли не хватило, и специй, но это мои личные вкусовые предпочтения. А так мне понравилось, что сочная и прожаренная, и хрустящая корочка панировки. Так что все три пятерки. Так вот, да, приступим. Как обычно, Юра украл все мои мысли, ужас какой-то. Я тоже тебе поставлю, не буду интригу держать все пятерки, потому что вот мне прям было очень вкусно, причем на удивление я уже успела проголодаться от прошлой дегустации, поэтому вот с удовольствием прям поела, и оно прям пахнет вот котлетами мамиными, вот прям как из детства. Твердая пятерка по вкусу, может быть, немножечко не досолила, но, как известно, на вкус, на цвет, все фломастеры разные, поэтому не буду снижать за это оценку. Пять, ну и да, говорить о том, что я самая вкусная вам приготовила, но это тоже уверенность в себе, поэтому тоже пять, ну как бы мне добавить больше нечего. Молодец. Значит, дошла и до меня очередь от всех наших прекрасных членов жюри. Я хочу сказать свое мнение. Можно же высказать свое чистое мнение? Я так думаю. Когда-то я слышал такую фразу, что если красивая девушка подала тебе пельмени, и при этом даже забыла их сварить, ты должен их съесть и похвалить ее кулинарные способности. Так вот тут совсем не об этом речь. Просто изумительное блюдо. Просто изумительная котлета. За все три позиции, не перечисляя их, я поставлю пять. И даже где-нибудь можно дорисовать плюс. Потому что просто, просто обалденно. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо большое.